Чем запомнился карагандинцам 2020? Служба новостей телеканала Первый Карагандинский расскажет о самых ярких событиях уходящего года. В эфире новости и я, Полина Малюкова. 2020 год начался как обычно. Ничего не предвещало кардинальных перемен. Уже было известно, что в Китае бушует неизвестный вирус, прозванный COVID-19. Однако все надеялись, что экзотическая болезнь не выйдет за границы Поднебесной. Оказалось, ошибались. Первый больной коронавирусом в Казахстане был выявлен 13 марта. С этого дня жизнь казахстанцев резко изменилась. Ввести чрезвычайное положение в связи с объявлением ВОЗ коронавируса пандемии решил глава государства Касым Жомар Тукаев. Приостановлена деятельность крупных объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок и других мест с массовым скоплением людей. Как отметил Аким области, на продуктовые магазины и супермаркеты ограничения не распространяются. Кроме того, закупаться можно будет, не выходя из дома, в режиме онлайн. На прошлой неделе в этом зале я встречался с руководителями крупных сетей торговли, поставок продуктов Петромет. Были заслушаны все оптовые рынки, заслушаны крупные сетевики. Мы получали информацию, сдерживаем ее на работе. Необходимый достаточный объем продовольственных продуктов Аргангельской области есть во всех населенных полках. И также были приняты заверения этих руководителей, что повышения цен на продукцию не будет. Дальше Акимам городов и районов дано поручение работать с розницей, чтобы не было повышения цен. Еще раз хочу акцентировать этот вопрос. Продовольственная достаточно, зацены мы будем жестко контролировать. Работа кафе, ресторанов, кальянных ограничена до 22.00. Количество посетителей не должно превышать 50 человек. Спортивные мероприятия пройдут без зрителей. Также придется перенести семейные мероприятия и тои. Без традиционных народных гуляний отметят в этом году на Урыс. Школьников досрочно отпустили на каникулы, а студенты перешли на дистанционное обучение. Несмотря на все ограничительные меры, жизнь карагандинцев не останавливается. Люди продолжают ездить на работу, пользуются общественным транспортом и даже пренебрегают рекомендацией носить защитные маски. Как оказалось, многие сохраняют спокойствие или даже не воспринимают пандемию всерьез. Ну, я не очень так верю в этот бред. Немножко извиняюсь за выражение. Поэтому без маски. Проблема с коронавирусом, она больше надуманная, наверное. Ну, потому что это, мне кажется, больше шумиха. А так, я не вижу людей, валящихся на улицах. Когда увидишь, тогда одену маски. Для защиты своей семьи, близких, родственников, конечно, нужно одевать маски. Ну, так как нет масок, может, в определенных аптеках. Я не всех ходила в Шахтинске, но в некоторых аптеках нет масок. И в ближайшее время, сказали, не будет. Ну, обычно врачи говорят, кто не болеет, им не обязательно носить маски, да? А вот кто болеет, им показано носить маски, не распространять его. Инфекции всякие разные. Ну, я не знаю, зачем попадать в ажиотаж. Такой вот кипиш создавать из-за того, что коронавирус там. Я не знаю, ну, шесть человек заболело, говорят. Я не знаю такого, а гриппом болеют больше, спидом болеют больше, другими там всякими заразными болезнями. По данным на 28 декабря в Караганде с начала пандемии коронавирусом переболело 11 950 человек. За последние сутки выявлено 39 новых зараженных. Больше всего 16 человек выявлено в Тимиртау. В Караганде 15 новых больных. В марте в Карагандинской области практически никто не верил, что новый вирус как-то повлияет на повседневную жизнь. Однако буквально через несколько дней от последствий COVID-19 умирает первый житель региона. Это карагандинец, который работал в Тимиртау. В итоге на два месяца город Металургов оказался блокирован. Блокпосты также установили по всему периметру Карагандинской области. 1 апреля в Карагандинской больнице скончался 62-летний мужчина. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Пациент работал нотариусом в Тимиртау. Этого факта оказалось достаточно, чтобы блокировать весь город. Кроме того, с учетом сегодняшнего летального исхода пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией, буквально несколько часов назад принято решение о закрытии и блокировании города Тимиртау. Определили выставление трех блокпостов, которые будут дислоцироваться перед въездом в город Тимиртау к кольцу Металургов. 4А квартал поселка Чкалова. Также принимались дополнительные меры на второстепенных выездах из Тимиртау. Сооружали насыпи у дорог, устанавливали железобетонные блоки и оградительные ямы. Ограничения тогда не коснулись работников медицинской и санитарной служб, правоохранительных органов, спасателей, коммунальщиков, а также аварийных служб. Если вы собираетесь покинуть, например, свое жилище с какой-то определенной целью, желательно подготовиться и спокойно, обстоятельно объяснить полицейским об этом, куда и с какой целью вы следуете. Если есть документы, подтверждающие ваше перемещение по городу, это также обречит работу полицейских. Если вы оказались на улице без соответствующих документов, то волноваться не надо, скандалить, тем более объясните спокойно. Если вы следуете на работу, то можно предоставить номер телефона работодателя или же кадровой службы, полицейский сам позвонит и удостоверится. Надо набраться терпения и отнестись с пониманием, требованием режима территориального положения. Со 2 апреля вводился запрет на въезд и выезд из карантинной зоны. В нее, кроме Темиртова, входили Караганда, Абай, Сарань и Шахтинск. По периметру всего участка было установлено 7 блокпостов. Кроме того, по области было организовано 17 санитарных постов, 3 из которых дислоцировались внутри карантинной зоны. Открыли Темиртау спустя 2 месяца, 1 июня. В уходящем году основное внимание было уделено борьбе с коронавирусной инфекцией. В больших количествах закупались лекарства и средства защиты. Строились новые госпитали и центры тестирования. Регистратор проходит в зону регистрации, через предбокс туда попадает и там уже происходит процесс регистрации. То есть пробирок не оформляются дальше в работу. И опять через точно такой же шлюз пробирка уже поступает в первую рабочую зону, зону выделения. Новая ПЦР-лаборатория оснащена всем необходимым современным оборудованием производства России, Германии, США и Китая. Сюда будут направлять тесты, взятые в стационарах и поликлиниках города. Открыть лабораторию удалось благодаря совместному финансированию со стороны КДЛ «Олимп» и Арселор Миттл Темиртау. Акимат Темиртау и Управление здравоохранения Карагандинской области поддержали проект и предоставили под него помещение. Стоит также отметить, что городообразующее предприятие Темиртау выделило 80 миллионов тенге в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом. Это очень сейчас необходимо, во исполнение поручения главы государства Касымжимар Кемельича. Он дал поручение расширить охват населения тестированием, довести его более чем свыше 40 тысяч во исполнение этого поручения, для того, чтобы эти исследования были доступны для населения, открылась очередная лаборатория. Областной противотуберкулезный диспансер переоснастили в провизорный госпиталь. Он рассчитан на 200 койко-мест. Из них 15 обеспечены аппаратами ЭВЛ. Закупили 140 концентраторов кислорода, мониторы наблюдения и дефибрилляторы. В Темиртау это первый централизованный инфекционный госпиталь. Общее количество мест, которое может быть развернуто на территории Темиртау, это 480 и плюс 35 на базе МЦМИРа. Это роддом из детской больницы совместно, которое это получается 515 койко. В городе Темиртау это первое отдельное выделенное здание, которое будет в данный момент отвечать всем нормам и стандартам в соответствии с постановлением главного государства санитарного врача Республики Казахстан и Карагандинской области, оснащенной, как вы видите, защищенной территорией по периметру, видеонаблюдением, централизованной подачей кислорода, наличием приточно-вытяжной вентиляции. Также получается своим реанимационным отделением. На 15 койко, я еще раз повторюсь, полностью, которое оснащено в соответствии со всеми стандартами. Особенность госпиталя – новый рентген-аппарад с расширенными возможностями. Разделение зон на красную и зеленую, а также новая вентиляционная система позволит избежать заражения врачей. При максимальной загруженности госпиталя трудиться здесь будут 73 медицинских работника. Дина Капанова прошла всю первую волну и планирует выйти на очередную вахту с Верой в лучшее. Вахтовым методом 14 дней. 6 часов работаем, 3 часа, 6 часов отдыхаем. В течение 6 часов мы меняем костюмы. Морально, конечно, тяжело, но выполняем, на передовую идем. Готовность инфекционного госпиталя составляет 100%. При первой же необходимости сюда будут направлять пациентов с COVID-19. Самая действенная мера против коронавируса – это массовая вакцинация. 21 декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник Ви». Это стало возможным благодаря договоренностям между президентами Казахстана и России. На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин. Вместе с тем в Казахстане продолжается разработка отечественного препарата. Массовая вакцинация «Спутником Ви», произведенным в Казахстане, начнется в феврале следующего года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями. «Мы будем выпускать российскую вакцину «Спутник-5» по трансферу технологий. Вакцина – это разработчик Гамалеи, это владелец РФПИ. На нашем предприятии мы будем осуществлять производство готовой вакцины. Мы оказались наиболее подготовлены среди фармпроизводителей в Казахстане. Вакцина – это тоже биотехнологический продукт, Поэтому процесс производства, оборудование, специалисты наши – мы готовы к производству вакцины. Производство российской вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса стало возможным после договоренности между президентами Казахстана и России. Глава правительства Оскар Мамин подчеркнул особую важность локализации промышленного производства вакцины «Спутник-Ви» именно в Казахстане. У казахстанцев есть право и возможность стать добровольцами. Запись на добровольную вакцинацию открыта. Напомним, что в рамках поручения главы государства казахстанскими учеными была проведена большая работа. Они разработали вакцину за короткий срок, она была готова уже в мае. Сегодня разработка ученых находится на третьей стадии клинических испытаний. Речь идет о том, что мы набираем 3000 добровольцев, и эти 3000 добровольцев будут провакцинированы до конца текущего года. Сейчас уже достаточно большое количество добровольцев провакцинированы. Для того, чтобы стать добровольцем, они должны пройти до этого обязательно медицинский скрининг. Они сдают анализы, достаточно подробные анализы. И после того, как они уже пройдут анализы, заключается договор, оговариваются условия, вопросы страхования жизни и другие нюансы имеются в соответствии с установленным законодательством. И после этого уже они становятся добровольцами, принимают вакцину. Ну, есть и дальше, после того, как они привьются, требования, которые указаны в соглашении. Стоит отметить, что одним из первых добровольцев стал сам министр. В ходе брифинга Асхат Аймагамбетов рассказал о своем самочувствии. Прошло уже много времени. Чувствую себя прекрасно, так же, как и чувствовал после того, как в августе привился. Поэтому, конечно, первый месяц, как и любой человек, пытаешься прислушиваться к своему организму. Несколько раз сдавал анализы, смотрел анализы. И анализы нисколько даже и не только на антитела, но и анализы на общий анализ крови, биохимию и так далее. Потому что самому было интересно. Конечно, всегда переживаешь. Но, тем не менее, и в те месяцы, и на сегодняшний момент абсолютно никаких побочных эффектов или каких-то необычных ощущений я не почувствовал. Между тем, на базе Карагандинского фармацевтического комплекса полным ходом идет производство российской антиковидной вакцины «Спутник Ви». Поэтапно будет произведено 2 миллиона доз вакцин. Массовая вакцинация «Спутником» в Казахстане начнется в феврале. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями. Преступление года. В июле в Садпаеве местный житель похитил и изнасиловал пятилетнюю девочку. Эта новость вызвала большой общественный резонанс, который привел к массовым беспорядкам. Подозреваемого задержали, но уже в октябре в камере изолятора временного содержания он покончил с собой. Они в подъезде стучат во все квартиры. На кадрах запечатлена разъяренная толпа садпаевцев. Они намерены проникнуть в дом, где была обнаружена пятилетняя девочка вместе с насильником. Пропавшую малышку полицейские волонтеры искали несколько часов. В одном из дворов по улице Ердена местные ребятишки рассказали, что незадолго до пропажи видели похожую девочку в своем дворе. В одной из квартир полицейские и нашли ребенка. Сразу была создана следственная оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Был задействован весь личный состав местного дела полиции, а также волонтеры. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел. По данному факту начато досудебное расследование, проводятся следственные действия, назначенные необходимой экспертизой. Его действия квалифицированы по двум статьям уголовного кодекса «Похищение и изнасилование малолетней». Местные жители не удовлетворились тем, что злоумышленника задержали, а не требовали, чтобы мужчину выдали им на расправу. Действия агрессивной толпы полиция квалифицировала как хулиганство. В настоящее время ситуация в Садпаеве стабилизировалась. В город выехал Аким Карагандинской области, Женис Касымбек. «Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, а также умышленного повреждения имущества. Все эти действия полиции были пресечены. В настоящее время обстановка в городе Садпаев стабильная, ситуация находится под контролем. Органам внутренних дел приняты необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка». Сегодня девочка находится в больнице. В полиции заявляют, что правоохранительные органы прикладывают все силы для справедливого и честного расследования этой ситуации. «В сети сброшены фото и видео, не имеющие отношения к происшедшему. В связи с этим прошу граждан доверять только официальным данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной информации и не поддаваться на провокационные призывы. Все нарушители общественного порядка в городе Садпаев полиции будут установлены и приличны к ответственности в соответствии с законом». В Караганде в камере СИЗО нашли тело 62-летнего подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти – суицид. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначена служебная проверка. «Нами вызвана следственно-оперативная группа, заведено ЕРДР. Также вызвана бригада скорой помощи. Прибывшая бригада скорой помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти – суицид. При первичном осмотре погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено». Было проведено служебное расследование по факту ненадлежащего осуществления контроля над подозреваемым. К дисциплинарной ответственности привлекли руководящий состав учреждения АК-159-1 и Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. Что касается уголовного дела по факту похищения и изнасилования ребенка, то его закрыли в связи со смертью подозреваемого. Трагедия года. В октябре в Караганде пожар унес жизни двух женщин и маленького ребенка. Причиной возгорания стал обогреватель. Это при том, что отопительный сезон в городе уже начался. Пожарные отмечают, что подавляющее большинство возгораний зимой происходит именно из-за приборов отопления. Сообщение о пожаре в доме 52 на улице Ермекова поступило в 15 часов 8 минут. На девятом этаже горела двухкомнатная квартира. Из подъезда пожарные спасли 6 человек, из них четверо детей. Эвакуировано 18 жильцов. В горевшей квартире обнаружили погибшую семью – две женщины и трехнедельную девочку. К сожалению, поступило в ходе проведения проверочных действий. Было установлено, что сообщение поступило, к сожалению, очень поздно. И сообщения от жильцов непосредственно этой квартиры на пульт пожарной части не поступали звонки. То есть это были звонки, сообщения только от сторонних наблюдателей, от прохожих. По предварительным данным, источником огня стал обогреватель. Возникает вопрос, если отопление в городе запустили уже месяц назад, почему у людей возникает необходимость пользоваться нагревательными приборами? 26-го было подведено тепло, с 28-го начали запуск. Но, как выяснилось позже, в подвальном помещении 9-го подъезда был выявлен дефект на теплочасье. Это, в первую очередь, недоработка КСК. Насколько мне известно, 9-й подъезд у нас обслуживает КСК «Арман». К ремонтным работам там приступили. Так вот было уже озвучено представителям теплотранзита. Сегодня планируется запуск. То есть уже, в принципе, там завершены работы. Что касается именно по данной квартире, мы подняли диспетчерские наши. Обращений не поступало. Но при этом у нас на сегодняшний день есть общедомовое собрание жильцов. То есть, когда производился запуск полностью 28-го этого дома, было принято жильцами то, что пусть КСК доделает ремонт. В этом подъезде 9-й, 10-й, 11-й день. Соответственно, после завершения ремонта работы будет проведено запуск. Подытожив, Нурлан Рыстин признал вину КСК. Полностью ликвидировать пожар удалось в половине пятого вечера. Глава области незамедлительно отреагировал на происшествия и выразил слова соболезнований родным погибших на своей странице в Фейсбук. Это невосполнимая утрата, и я приношу свои соболезнования родным и близким. Еще раз хочу напомнить о важности соблюдения мер по противопожарной безопасности. Особенно сейчас, когда дома постоянно находятся дети, надо максимально безопасно использовать электрические приборы и печи. Призываю родителей по возможности не оставлять детей дома одних. Необходимо переждать этот непростой период и не допустить неоправданных жертв. Акимобласти поручил всем ответственным органам повторно провести ревизию сетей и общественных мест на предмет соответствия нормам безопасности. Отметим, всего в этом году на территории области зафиксировано 967 пожаров. 571 из них в жилом секторе. При этом погибли 20 человек. Продолжаем выпуск. В январе было объявлено, что 2020 год – это год волонтера. Никто не мог предположить, что в первую волну пандемии именно волонтеры сыграют большую роль в оказании помощи тем, кто оказался на карантине. Подводя итоги, Совет по делам молодежи при Акиме Карагандзинской области уделил этому особое внимание. Участники заседания Совета по делам молодежи озвучили предложения для улучшения работы молодежных центров. К примеру, советник Акимобласти Нияз Сундиталиев поднял вопрос адаптации молодежных ресурсных центров для молодых людей с инвалидностью. Секретарь городского маслехата Тимиртау Алексей Ломакин предложил создать рабочие группы, которые могли бы объехать регион и посмотреть работу всех центров. А руководитель Центра социально-экономических исследований Алия Даригулова указала на усиление работы в социальных сетях. Молодежным ресурсным центром других городов и районов, в том числе и Центру занятости, необходимо проводить как раз-таки вот такую активную работу в социальных сетях, а не носить чисто формальный характер, когда выкладываются просто баннера, и человек не понимает, кому конкретно на этом аккаунте в социальной сети можно обратиться и задать вопрос. Сделать их более живыми, более открытыми, человечными, чтобы молодежь спокойно могла через тот же Инстаграм оперативно решать свои вопросы. Особое внимание уделено социальной поддержке молодых людей. Заместитель Акима области Абзал Нукенов отметил, что этим вопросом власти займутся уже в первом квартале Нового года. Этот вопрос социальной поддержки будем рассматривать в первом полугодии. Первым вопросом он стоит, если вы заметили, трудоустройство и социальное обеспечение молодежи. В рамках этого вопроса мы будем и вопросы социализации, поддержки слабо защищенных слоев молодежи тоже будем рассматривать. То, что касается волонтерства, оно будет постоянно у нас на особом внимании, если вы там заметили, есть у нас вопросы экологии и других вопросов, связанные с волонтерством в целом. Поэтому эти вопросы не останутся за бортом, мы будем за этим очень тщательно наблюдать и контролировать этот вопрос. На заседание состоялось чествование 10 молодых жителей Карагандинской области. Все они стали лауреатами молодежной премии Акима области Кайнар. Молодые люди получили по 250 тысяч тенге, дипломы и статуэтки Кайнар. Премия на конкурсной основе присуждается жителям области в возрасте от 14 до 29 лет за плодотворную научную, творческую, профессиональную и общественную деятельность, получившую признание в молодежной среде. Мы должны в целом формировать на совете дух продуктивного развития нашей молодости, чтобы они могли самореализоваться, чтобы разносторонние, они были очень разносторонними и реализовывали самые свои заветные мечты, задачи ставили перед собой большие. Вместе с ними будут развиваться и странами. Если совет может сформировать такую атмосферу вокруг себя, значит мы по области можем эту атмосферу вселить людям. И в целом у нас будет очень здоровое такое поколение молодых, которое будет формировать будущую страну. В заключение Абзал Нукенов поручил продолжить системную работу по обеспечению занятости молодежи, трудоустройству и поддержке предпринимательской инициативы. Он отметил, что необходимо активизировать работу по привлечению молодых людей к участию в государственных программах и держать на контроле вопрос обеспечения молодежи жильем. По воле случая студент из Караганды проснулся миллионером. Юноша купил лотерейный билет и стал счастливым обладателем 5 миллионов тенге. О том, как удача улыбается в преддверии новогодних праздников, в нашем следующем сюжете. Сабыржан Сулейменов учится в медицинском университете Караганды. Юноша любит испытывать удачу. Да и когда, как не в Новый год, верить в чудеса. Как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Вот и Сабыржан в одночасье превратился в миллионера благодаря национальной премии Сатты Жулдес. Я узнал об игре на сайте. Билеты покупаю часто. Решил взять и в этот раз. Не рассчитывал на такой крупный выигрыш. Средства подарю своей семье, близким, родственникам. Половину суммы раздам нуждающимся. С Сатты Жулдес чудеса случаются не только в празднике. Простой лотерейный билет может подарить счастливчику крупную сумму денег или автомобиль Toyota Camry. Выигрыш моментальный. Деньги поступают сразу на вашу карту. У нас есть тиражная лотерея, которая стоимостью от 100 тенге и выше. И есть моментальная лотерея, которую стираете, выигрываете и получаете приз. Она стоит от 500 тенге до 2000 тенге. Джекпоты от 1 миллиона до 10 миллионов. Это в моментальной лотереи. Если взять тиражную лотерею, то джекпот составляет максимальный сейчас в теле Бинго 154 миллиона 300 тысяч. Билеты Кутэк Таймас в продаже с ноября. Приобрести их можно в специальных точках продаж в любом крупном торговом центре города. В среднем каждую неделю до трех человек выигрывают несколько миллионов тенге. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это были самые яркие события уходящего 2020 года. Телекомпания «Первый Карагандинский» поздравляет всех казахстанцев с наступающим Новым Годом. Мы желаем вам здоровья, благополучия и только приятных новостей. Оставайтесь с нами и вы будете в курсе всех событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова